Кое-как маленький сделали, кто вообще не накрел. Кто-то сделали, вот это нам, когда-то. У меня, кажется, в трампункт есть. Вот и всё, вот так мы, да, и вот и дети, и мы, мы все падаем просто. Вот так, вот, нести туда, летишь. Ну, старики, конечно. Убита лестница отправила в трампункт ни одного и ни двоих людей. И руки здесь жильцы 60-го дома по улице Попова ломали и ноги. Особенно опасными подходы к подъезду становятся зимой, когда покрываются льдом и снегом. Дорога к дому тоже не радует глаз. От асфальта осталось одно воспоминание. Коммунальщиков о помощи просили не раз и устно, и письменно. Однако ответа не дождались. Козырьки над подъездами, обшитые непрочным профнастилом, повредились прошлой зимой. А грядущую вряд ли переживут. Крыша дома скатная, снег и сосульки валятся на козырьки. А когда их не останется, под угрозой окажутся головы входящих и выходящих людей. Но больше всего сейчас беспокоит жильцов кабель линий электропередач, который проходит прямо над детской песочницей. Лучше подстраховаться сразу. Это не шутки. Это высоковольтный кабель, который по большому счету может не оставить от человека ничего. Мы каждый день ходим, смотрим, дети играют. Мы на него смотрим и стараемся, чтобы они не играли в той зоне, где он висит. Песочница у нас в заброшенном состоянии, потому что к ней никто не подходит. Мы запрещаем детям играть. С этой проблемой жители обращались в управляющую компанию. Но там заявили, устранить данную проблему не в их компетенции. Кабель находится на преддомовой территории, но кабель находится не наш. Наши все коммуникации находятся внутри дома. Соответственно, это происходит питание дома. То есть он должен как-то по-другому в любом случае смонтировать. Но не так. Никак, никак, никак не на дереве. Это сети, то есть городские. То есть отношения к ней, скажем так, к дому не имеют. Обратились и к энергетикам. Однако ВОЗ, точнее кабель, и ныне там. Дети устали от ограничений. Родители от тревоги за малышей. Жилищные инспекции выходили, то есть были замечания. Опять же писали письма по устранению. Ну, вот как видите, то есть, да, сегодняшний день. Коммунальщики уверяют, текущий ремонт ведется регулярно. Холода не за горами. И в каждом доме проводится опрессовка труб и подготовка к осенне-зимнему периоду. Поверка счетчиков и другие работы. А вот с установкой новой детской площадки и обновлением асфальтового покрытия управляющая компания помочь не может. В программу формирования комфортной городской среды двор в прошлые года не попадал. Но за собственные жизни и за жизни своих детей люди борются уже сейчас. Активисты Общероссийского народного фронта обещали помочь жильцам 60-го дома. Жильцы надеются, что их просьбы о помощи будут услышаны и хотя бы часть проблем устранят в ближайшее время. Речь идет не об эстетической привлекательности дома и двора, а о безопасности, право на которую имеет каждый человек. Валерия Никитина, Владимир Найскин, Народные новости.